Городские власти продолжают вести борьбу с незаконной рекламой на улицах Кирова. Сегодня специалисты администрации Первомайского района и областного центра проверили законность размещения рекламных растяжек на фасаде одного из магазинов. Подробности у Андрея Дозорцева. На фасаде магазина по улице Ленина почти нет свободного места от рекламы. По словам специалистов территориального управления по Первомайскому району, растяжки появляются здесь регулярно. Причем согласовывать рекламу владельцы не спешат. С 2011 года с торговой организацией ведут переговоры представители власти. Привлекались они и к административной ответственности, и выдавались предписания либо о согласовании данной рекламы, данных растяжек, либо о их демонтаже. Значит, ну, как мы видим, в настоящее время факт правонарушения повторяется. На размещение рекламы необходимо было получить согласие жильцов. Есть требования к ее внешнему виду. Данный вариант, по словам специалистов, портит облик города. Причем находятся растяжки в окнах, а это нарушение. Если организация не идет навстречу, выход из ситуации один. Демонтаж проведут сегодня тех конструкций, которые технически возможно устранить. Остальные уберут чуть позже. Помимо таких мер, за незаконное размещение рекламы предусмотрен штраф. Для физических лиц до 5000 рублей, для должностных до 50 тысяч, для юридических даже до 200 тысяч рублей. Данная конструкция мы привезем к себе на склад. То есть они у нас будут на ответственном хранении храниться. Если собственник появится, предоставят документы на право собственности. То есть заплатят штраф, который будет возможен. И получат обратно эти конструкции. Как говорят специалисты, после изменений в правила внешнего благоустройства города, у властей появилось больше возможностей и санкций для борьбы с нарушениями в сфере рекламы. В результате, например, количество штендеров на улицах сократилось в разы. Андрей Дозорцев, Сергей Щекин, Вести, Киров.